Европейский международный турнир близится к завершению. Сегодня мы присутствуем на полуфинальном матче. Должно быть интересно. Да, такой турнир выигрывает у обычных товарищеских матчей по накалу за счет соревновательной составляющей. Это замечательная возможность для каждой из команд подготовиться к сезону, ну и разумеется, наиграть новичков. Сегодня футбольный клуб Уфа встречается с командой Лавань. Смотрим состав Уфы. 4-5-1. Один форвард на первой линии, но из пяти полузащитников группа атаки предполагается достаточно большая. Перед нами состав на сегодняшнюю игру. Их тренер прибег к расстановке 4-3-3, но посмотрим, есть ли у них свой Йохан Кройт. Значит, есть один удивительный факт. Рекордная посещаемость стадиона в Манчестере зафиксирована в далеком 1939 году. А самое удивительное в том, что играли тогда в Болгархэптон и Гримсбит Таун. Забавный, я, честно говоря, не знал этот факт. Стадион вроде бы Манчестера, рекорд посещаемости у команды с другого города. Грамотный пас, все, по делу. Аут. Аут. Полуфинал Европейского международного кубка. Команда готовится к сезону. Кто-то более, кто-то менее успешно. Тоже и с игроками. Да, для игроков это возможность проявить себя. Прежде всего для новичков. Они могут блеснуть и впечатлить тренеров, партнеров по новой команде. Ну и, конечно, болельщиков. И показать, что они готовы к сезону. А вот это, что называется, новость дня. Жером Буатенк переходит в Челси из Баварии. Да, все так. Шумихи было много, но толку от этого никакого. Трансфер состоялся, и это главная новость. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Перехват в центральной зоне. Мяч будет введен из-за университета. Евгений Осинь. Марсини. Хорошая передача. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Соперник подаст угловой. Надо быть внимательнее. Это может быть опасно. Соперник подачи. Удар. Какая реакция, какой прыжок. Класс. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафного. Передача голкиперу медленно развивается. Мяч потеря. Что это за пас? Дарит мяч команде соперник. Неплохой заброс вперед. Мяч летит в штрафную площадь. Прекрасный навесной удар. Великолепный гол. Очень здорово пробил игрок. Весь вложился в этот удар, как из пушки. И ни единого шанса не было у голкипера, чтобы спасти свою команду. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Ух, как зарядил. Как из ружья. Занял отличную позицию. И мяч заколотил в сетку с близкого расстояния. 1-0 в нашей игре. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Голкипер занял грамотную позицию. Это штрафной. Опасная передача, но и защитник не дремлет. Перехватил этот пас. Эммануэль в римпон. Оставляет защитника в дураках. Опасно. Забивать можно. Во всайде игрок, по мнению судей. Ничего себе. Эта игра рукой будет штрафной. Марсини. Прекрасный пас. Опасно может быть. Удар. Опасно. Это тот случай, когда полевой игрок может взять. Мяч в дураках. Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Денис Тумасян. Денис Тумасян. Потери мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Мяч уходит на угловой. Еще раз смотрим, как команда забивает и выходит вперед. И мяч в руках в уголке. Можно подать. Хорошая идея, но вратарь вряд ли забросит мяч в свои ворота. Хотя посмотрим. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестящая. Иван Пауриевич. Посмотрим, сколько времени добавлено. Три минуты. Может быть, он думает, что защитник играет за его команду? Прекрасный навес. Мог сейчас отличиться игрок, но гаффкепер здорово сыграл. Да, и не позволил нападающему оформить дубль. Этот эпизод полностью за вратарем. Проигрывать по ходу матча в полуфинале, конечно, очень неприятно. Но тут разница всего в один гол. Думаю, тренер сможет найти нужные слова и донести до команды мысль о том, что в этом противостоянии еще далеко не все потеряно. Иван Пауриевич. Иван Пауриевич. Иван Пауриевич. Удар! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Выбивает вратарь мяч. Мяч летит в штрафную площадь. Прекрасный навесной удар. Великолепный гол! Субтитры сделал DimaTorzok С этой заменой у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. У нас второй тайм полуфинала Европейского международного кубка. Через 45 минут определится финалист этого предсезонного турнира. Смотреть за такими играми в таком формате гораздо интереснее, чем просто товарищеские матчи. Ну и посмотрим, кто в итоге выйдет в финал. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Он бьет. Константин, ты видел? Конечно, видел, Георгий. Но лучше бы не видел, честное слово. Хороший первый тайм он провел. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы. Поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Иван Пауриевич. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Есть гол! Удалось им сравнять счет. Ну что тут сказать? Красиво, бить не запретишь. Роскошный гол. Отсюда даже было хорошо видно, что вратарь мяч не достает. Он зашел под самую перекладину. Я имею в виду, конечно, мяч. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. После ответного мяча у нас 1-1. Эммануэль Фримфон. Харрис Камчич. Пока неплохо. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Выбивает, братарь, мяч подальше из штрафной. Видит партнера и мягонько головой скидывает ему мяч. Перехвачен этот пас. И довольно своевременно. Пас на фланге не доходит до адреса. Защитники на чеку. Харрис Камчич. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Есть варианты для паса. Какой навес! Марсини. Харрис Камчич. Решил пробить. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Все здоровы, так что эта замена продиктована исключительно входом игры. Блистер. 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 неудачный главой мяч никого не коснулся и ушел за пределы мяч будет введен в игру из-за боковой у нас сейчас будет замена посмотрим как после этого применяется эмануэль фримпонт чисто отобран мяч перечек мяч в боковую линию евгений осип эмануэль фримпонт все верно края надо чаще задействовать забивать надо фратарь решил отбить мяч неплохой перевод мог получиться но защитник марсинь это может быть опасная атака и пас обратно скучновато игра рукой арбитра останавливает встречу с похоже готовится замен а 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 мяч покинул пределы поля иван пауриевич хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу потеря гаррис хампич опасно и голкип арбитра назначает штрафную замена интересно перестроится ли как-то команда после нее она ух а свят арбитра арбитра и Давно уже не было голов, давно ничья на табло. И впечатление такое, что так будет отлич. Сыграно жестко, но в рамках правильного. Счет на 1, остается 5 минут. Кто-то должен взять на себя инициативу и повести команду за собой, если они хотят выиграть. Хороший пас во фланг. Есть варианты развития атаки. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Это фолд, штрафный удар. Сутья не приклонна. В такой ситуации желтая, это еще не самый худший вариант. КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok И это возможно! Марсиньо! И мимо цели! И совершенно справедливая желтая карточка. Борить тут бессмысленно. Судьба матча решится в серии пенальти. КОНЕЦ Итак, первый удар серии. Сейчас нет времени спорить, выгодно бить первому или нет. И реализует этот игрок пенальти. Взял! Взял! Он серьезно взволнован. Это видно невооруженным глазом. Удар с точки точно! А ведь мог ротарь достать! Так он достал! Он достал! Уже зацепил, коснулся! Но самую малость не хватило. И это гол! Без шансов для вратаря! Я отчетливо вижу признаки волнения на его лице. Очень уверенно исполнил 11-метровый удар и забил. Ему необходимо забивать, иначе команда проиграет. Удар и гол! Все в его руках. Забьет и команда празднует победу. Железные нервы у вратаря. Всял пенальти. Берет вратарь этот пенальти и выигрывает матч. Очень здорово сыграл голкипер. И завтра эти фотографии разлетятся по всему миру. Ну вот и все. Команда выходит в финал. Поздравляем заслуженных победителей. Да, матч действительно получился очень нервным и напряженным, каким и должен быть полуфинал. Думаю, что и в финале мы увидим подобный накал страстей. КОНЕЦ Удар! Какая реакция, какой прыжок. Класс! Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Мяч летит в штрафную площадь. Прекрасный навесной удар. Великолепный гол! Есть гол! Удалось им сравнять счет. Решил пробить. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. КОНЕЦ Вперед фронтарь этот пенальти и выигрывает матч. Очень здорово сыграл голкипер и завтра эти фотографии разлетятся по всему миру.